всем привет дорогие друзья и добро пожаловать на канал коротко а не коротком с вами как всегда кин и сегодня мы немного отойдем от темы ужасов хотя мясо все равно будет потому что сегодня мы смотрим пацан против всех как его назвали у нас ну или же если переводить оригинальное название то пацан мочит мир да я знаю что правильно будет мальчик убивает мир но знаете что я тоже в общем локализатор и признаюсь честно я не думал делать обзор на этот фильм я его посмотрел высказал мнение ftg и получил комментарий подумал а почему бы и нет вообще я этот фильм ждал даже несмотря на то что он провалился в прокате в основном ждал конечно из-за билла скарсгарда люблю этого актера кстати забавно что главную роль мог сыграть пит дэвидсон не знаю лично я рад что выбрали билла а вы как думаете остальное же актерский состав тут не первого эшелона но где-то вблизи второго а съемочной же команде мне практически нечего сказать режиссер фильма морец мор из его работ я смотрел пацан против всех смотрел даже история из прочей съемочной группой но вот в продюсерах среди прочих я все же заметил знакомое лицо думаю вы все его знаете все же знают стюарта монашила или монашила ладно я шучу не в обиду стюарту кто бы он ни был я говорил о сами рэми о нем то вы уж наверняка слышали на этом я так думаю со вступительной частью можно заканчивать и приступать к просмотру а хотя нет подождите обычно я это делаю в конце но на этот раз попрошу сейчас поставить лайк оставить комментарий и подписаться на канал авансом но если вы досмотрите видео и она вам не понравится то просто все заберете просто дело в том что youtube душит мой канал после 1000 просмотров как вы можете заметить у ролика который вышел 40 дней назад 2200 просмотров у последующих по 2000 и у самого последнего 1600 и все это начинает тормозиться ровно после тысячи просмотров так что я думаю каналу нужно дать небольшой буст с вашей стороны и вот теперь приступаем к просмотру стартует фильм с довольно длинной экспозиции из которой мы выделим нужное и начнем с того что есть где-то в мире город живущий под тоталитарным контролем правителя хильды и каждый год она составляет список своих врагов если ты попал в него она тебе достанет знакомые песни я вижу кое-какие параллели кое с чем но с чем не скажу в общем жил в этом тоталитарном мире пацан со своей сестрой миной который этот мир не особо нравился и тогда я придумала план побега из этой грязной вонючей дыры это из-за нее всем так плохо смотри я показала ей средний палец пять раз и мамы входивших сопротивление мама была слегка импульсивный и да если вам тоже кажется что закадровый голос не особо подходит ни малому не скарс городу то я не умню каким голосом я говорил второй игрок вступил в игру ну и присвоил себе этот мега крутой голос если голос показался вам знакомым то это илья исаев голос венома в русском наближе так что можете считать что внутри пацана сидит симбиот просто он весь фильм не вылазит я веном а ты весь мой семья пацана попадает под отбор и его сестру с мамой убивают ну а пацана добивает холмлендер ладно на самом деле его как и остальных вешают а еще лишают слуха и языка но приходит шаман всех разматывает и спасает мальца должен уточнить что это не моя прихоть их так называть у главного героя нет имени вообще и теперь пацан ну а шамана так все и зовут шаманом шаман говорит чтобы стать великин воином надо перестать быть собреком после спасения начинаются бесконечные тренировки тренировки и тренировки а из досуга только покуривание с шаманом зубрежка словаря и тусня с жуками гейбом и альфонсо чемпионами бойцовского клуба жуков пока его не прикрыли это так смешно но и грустно конечно тренировки сменяются разве что по ходам на рынок где пацан впервые начинает видеть глюк сестры а потом снова тренировки и покуривание убить фильду вандер коль укажите мне путь да он упороты снова тренировки и происходит довольно прикольный возрастной таймскип ладно это было круто но вы только посмотрите как он хорош будет на что вздрачнуть музыкальное сопровождение как по мне тоже супер но я понимаю что это дело вкуса так что ссылки на саундтреки если что я оставлю в описании до тренировавшись пацан побеждает шамана но голос разума или это совесть в лице мины его тормозит ну ё-моё после пацан отправляется на рынок где встречает девчулю проявляющую к нему явный интерес но тут приезжают представители власти и оказывается что она фанатичка отбора я обожаю отбор а ты ну вот и поговорили я вижу все больше параллелей кое с чем звучал знакомый пацан с шаманом прячется а на площадь выходит глашатый вандер коев глена гидеон последнего пацан узнает так как тот приходил к ним в детстве а глен толкает гавяненькую речь после чего озвучивает основную цель глен глен у меня тут есть для тебя 12 кандидатов я прошу поднять руки на что за но тут отбор участников начинают мешать активистка начинается буйство глен конечно пытается всех успокоить но бесполезно народ хочет мясо и тогда в игру включается дафт-панк берсерк девчуля джун 27 я слегка писался народ хотел мясо джун дала им мясо она такая крутая я от ее образа просто балдю а при условии что это еще и джессика рот я балдю вдвойне обожаю счастливого дня смерти кстати помните я говорил что пацана мог сыграть пит дэвидсон так вот джун 27 могла сыграть самара вывинг но там случился конфликт расписаний и знаете а я не против обоих вариантов тем более что самара уже снималась похожем проекте пушка хакимба о котором к слову мы еще поговорим в конце обзора а пока пацан рвется помочь людям вспоминая об убийстве своей семьи но шаман его тормозит и как итог куча мертвых челиков нужно 12 берем ребенка он все же решает пробраться в логово зверя привет подвинься пацан добирается прячется и тут приходит жена глена а по совместительству хозяйка шоу отбора мелани теперь я хозяйка да ты а вообще отвали вы не нашли мне 12 уличных крыс для эфира а я предлагал а меня не услышали начинаются семейные дрязги с киданием обедняков из которых выясняется только то что глен мощно ходит под своей женой все это время пацан усердно прячется пока к нему не приходит старая знакомая какого черта как ты сюда попала не знаю ты разговариваешь он псих ему удается скрываться пока он не палится спасая воображаемую сестру пацана палит глен с миньонами как он там сказал ты и есть оружие я и есть оружие ты всего лишь оружие и начинается жесткая месилово да какая ирония в фильме с макующим бои эти самые бои я не могу показать целиком иначе мне наваляют авторские права не ну конечно для бустеров они будут большие длинные не обрезанные ссылки на телегу и бусти будут в описании и в закрепленном комментарии поддержите канал подпиской и смотрите ролики без цензуры и раньше чем на youtube лайк репост подписка тут неожиданно во время махача пацан находит напарника в виде воина а на кинопоиске к слову сказано что мол это киноляп когда война крикивает пацана тот его слышит и реагирует хотя он глухой не знаю я вот не считаю это ляпом воин находился в периферии пацана и тот как человек который тренировался много-много лет увидел движение на стороне и среагировал продолжим воин предлагает пацану объединиться и помочь ему в охоте за хильдой да да прости хотите прикольный факт реальный выстрел гораздо громче чем в кино в жизни рэмбо был бы глухим и бегал бы по джунглям постоянно переспрашивая дорогу у несчастных партизан если что воина здесь зовут башо но пофиг шаман пацан воин прикольно же короче пока воин прячется пацан всех разносит но тут появляется дэйв игре не конец пацан разматывает дэйва во второй раз и зажимает ему руку по итогу он отрубает ему еще и ногу и остается дэйв как барби у ребенка без руки ноги но с улыбкой тут компашки присоединяется глен и получают пули в ногу начинает раскаиваться и сдавать хильду мол она перед отбором каждый год устраивает банкет в особняке и глен действительно обещать провести туда воина с пацаном я помогу вам я проведу вас в их особняк мы пойдем туда вместе ужасное происшествие после ужасного происшествия воин отводит пацана в штаб сопротивления но там только бенни а где ребята где все наши подлых яблок лепят яблок что я чего-то не понял как додо в бане пополам ой-ой-ой я его не понимаю хочу вы на меня смотрите я тоже нихера не понимаю наверное позже объяснят соберись и тогда ты блин под портфелем а что-то про блинчики ухагуб шлептоп это слова вообще ты чё за хуй попоришь если вдруг вы подумали на говеный дубляж то нет блин под портфелем а что-то про блинчики ухагуб шлептоп это слова вообще футлер для трели речь о кляре добрый дятел дуболюб это вообще слова как бы там ни было последнее что то что сказал бенни расстроила воина никогда не слышал к плачет взрослый мужчина я не знаю как это звучит не точно не так под успокоившись и побыв наедине с собой ребятки разрабатывают план который сконцентрирован на столовой богат роботы гитарит бисквит если дайвер хам нет блюдо есть наверное хороший план закончив с планом ребятки отправляются в башню зла особня кильды вот какой у нас план дайте уже мне ствол и и повар ты шеф ну и в общем да для проникновения пацану нужно притвориться поваром он не особо знает как это делать но мина ему подсказывает что просто нужно вести себя как повар блин ты офигенный повар кстати на фоне играет ансамбль имени александрова с песней старые немря как же круто так вот этот трек играет в логове злодея ладно продолжим пацан знакомится с макарунами и добирается до кухни где начинается довольно болезненное мясо блин так и хочется сказать прекращай уже натерев поварешек пацан пробирается на ужин и сносит башню хильде стоп не те лица почему у них лица не те ошибка оказывается что все это не более чем постанова на случай покушения на хильду тут как раз приходит настоящий гидеон и планирует повязать пацана но второму удается перехватить контроль перехватить ровно до того момента пока не появляется дафт панк и сейчас снова будет довольно крутой бой который в принципе и комментировать не нужно само собой показать его целиком я не могу из авторских прав пацан почти побеждает но из-за мины отвлекается красивая вот облом очухивается он уже в плену гидеона и дафт панка и выясняется что все это из-за шамана что хильда сидит в бункере потому что боится его пацану просто нужно его сдать а еще выясняется что гидеон не так патриотичен у меня этот отбор в печенках сидит также как и у тебя хильда кусок дерьма но он не лучше это не кончится пока один из них не сдохнет и мне уже наплевать кто интересно куда тебя заведет твое упорство ты предатель разговоры по душам прерывает мэлани которая явно по предане гидеона она забирает поц и везет его на съемки отбора который должен будет провести хильда дафт панк не особо уверена в идее поручить шоу параноидальному диктатору но мэлани удается ее убедить она устроила революцию но кто платил за все я превращаю в тигриный рык кошачьи мяука не какое ослепительное чувство собственной важности пацана приводят заковывают и хильда открывает программу поначалу все идет хорошо но потом ее начинает колбасить что сделано того не исправишь вам уже нет мы эти застарел грязни она рехнулась согласны хильди окончательно срывает башню и ее уводят а пацан обнаруживает неожиданную находку стоп интересно куда тебя заведет твое упорство предательство но скальпель ему не очень-то помогает потому что пока он освобождается начинается месилова с участием маскотов хлопьев это чтобы потом не спрашивали чё это за челики в костюмах все вокруг умирают пацан освобождается и рвется в бой но его стопорят ошейником и вот он уже готовится к казни смерть от козла не совсем то что я планировал еще предательство тем еще козлом оказывается воин ну и конечно же б не тут как тут и оказывается что все это от кухни до шоу и было их планом план сработал прекрасно ребятушки включают зачарованных и показывают силу трех вода раздачу попадает правда от мэлани гидеон но и среди ребят не обходится без потерь гопнулся прямо в джем хочу вы на меня смотрите я тоже нихера не понимаю наверное позже объяснят ну и когда я не знаю тоже мне обзорщик потом маслину ловит воин но пока не смертельно и пацан настигает мэлани пацан готовится пойти к хильде воин тоже я обещал отвезти кильде а яйца у тебя нифига выбрать на пути кильде их встречает куча охраны что какое разочарование не эта сцена хороша чтобы показать эмоции пацана но блин вы могли показать такой крутой омаш на алтбое что уж ладно разобравшись со стражей пацан отправляется дальше а воин к сожалению умирает но пацан находит полумертвого от выстрела мэлани гидеона он просит его добить и отдает ключ от бункера пацан соглашается но мина его тормозит тогда пацан все же признает тот факт что его сестра на самом деле мертва ну а это лишь плод его воображения ты мне больше не нужно наш мальчик вырос пацан кончать гидеон и поднимается на лифте но тут хильда выходит на связь и говорит что все когда едешь тебе кобзда но пацан показывает ей рисунок мины и она отключается а по приезду его никто не трогает и он видит себя на семейном портрете тут приходит хильда это я твоя мама признаюсь при первом просмотре я этого не ожидал вообще как по мне для фильма с драчками такой крутой поворот даже слишком крутой к примеру в пушках акимба тоже был сюжетный поворот с родственными связями но даже он был не настолько крутой хотя я понимаю для чего это было сделано позже объясню ну а пока что пацан вспоминает как все было на самом деле а именно он по указке настоящей матери хильда вольнул семью шамана не выдержал этого избежал шаман его нагнал и выдрючил из него реальные воспоминания сделав из хильды врага к слову дафт панк на самом деле его сестра он использовал тебя для своей мести настроил против меня против семьи видно редкий подлец хильда пытается достучаться до сына и выяснить где шаман но когда понимает что в пацане и и сына уже не осталось она приказывает дафт панк убить его ребятки сбегают и довольно круто расправляются с охраной потом сестер делится тем что мол ей сказали что ее брат мертв поэтому она его не искала и вот настает время встречи с шаманом и как мне кажется сюжетный поворот с родной нужен был именно для этого чтобы в конце свести трех бойцов сам же бой не вижу смысла комментировать он просто круто и зрелищно поставлен но он длится пять с половиной минут поэтому на youtube само собой только ускоренная версия бустером конечно полный вариант меня немного укачал по итогу пацан все же побеждает шамана с довольно крутым визуальным приемом сдох и и весь израненный вместе с сестрой пацан уходит я уведу тебя подальше от этой грязной вонючей дыры прощай навсегда потому что кто знает возможно после он умер от полученных ран нет он не мертв а да точно есть же сцена после титров улопс простите не та сцена и вот теперь фильм заканчивается да там еще довольно стилёвые титры в которых скорее всего много пасхалок на что-то мне неизвестное но я заметила маш на акиру что ж настала пора подводить итоги и знаете что приготовьтесь блин вы наверное думаете что я шучу но нет я серьезно приготовьтесь я кино говножуй по крайней мере судя по негативным отзывам на этот фильм потому что он мне понравился отчасти он мне понравился потому что он похож на один из моих любимых фильмов которые я упоминал ранее пушки акимба да я настолько кино говножуй что один из моих любимых фильмов пушки акимба уточню я люблю разного рода проекты как глубокомысленные с кучей слоев и тем так и простенькие угарные как пушки и пацан и как и упомянул эти фильмы схожи только один сконцентрирован на прикольных перестрелках под крутое музло а второй на прикольных драках под крутое музло что же до комментаторов хейтищих пацана мне вот почему-то кажется не берусь утверждать что это те же люди что наяривают на джона века а если так посмотреть да простят меня джон вик дрочеры то это практически одно и то же номинальный сюжет и куча мочилова только в джоне все дорого-богато и чуть больше драмы а вы вообще пробовали устроить марафон века я вот устраивал и по истечению 8 или сколько там часов я реально устал от пустоты сюжета и вечного крошилова также уточню если что я люблю джона века но вернемся к пацану и поговорим о его минусах про нераскрытых персонажей простенький сюжет я говорить не буду если сам фильм не считает это проблемой то почему я должен к примеру вы думаете создатели случайно вели перса явно говорящего абракадабру и забыли это объяснить а еще забыли объяснить почему воин его понимает или как хильда добилась такой власти и где именно случился тот перелом что она заперлась в бункере ну или же что пыхали безумный дэйв и мелани столько деталей невозможно вбросить и забыть раскрыть как по мне это было просто прикола ради ну такой своеобразный стёп над зрителем как в джармушевском мертвые не умирают а вот минус это когда сюжетные детали вбрасываются и нарушаются как это было в нечисти а вот к действительно минусом фильма я отнесу компьютерную кровь причем это минус как уши как имба так и пацана не знаю в чем именно загвоздка может недостаток бюджета сжатые сроки или еще что-то но мне бы хотелось видеть в подобных проектах больше реальной жижи они нарисованной блин теперь я хочу кроссовер пуши как имба и пацана а что может скизан добрался бы и до города хильда или туда приехал бы майлз а вы бы хотели заценить такой кроссовер ну ладно я отвлекся под финал этого видео я бы хотел высказать свое мнение о том считаю ли я фильмы подобные пушкам и пацану тупыми бредовыми и прочее прочее нет на этом все ладно шучу простой ли в этих фильмах сюжет да довольно простой линейный но тупые ли они это думаю все же решит каждый сам для себя для меня же подобные фильмы сродни веселому драйвовому арт-хаус у есть тяжелый грузный арт-хаус как например убийство священного оленя или лобстер ну а есть и угарные веселый как пацан против всех но что пацан что лобстер что пушки акимба что убийство священного оленя выполняют одну и ту же основную функцию арт-хауса а именно донести через странные ходы и перечудливые образы какую-то мысль или идею например пацан за фасадом шуток и драк критикует идеи тоталитаризма ну а пушки акимба поднимают темы жизни в интернете и критикуют общество потребления жесть контента и поэтому я не считаю подобные фильмы тупыми я считаю что они просто не для всех как в принципе любой арт-хаус ну и с учетом всего вышесказанного я дам пацану 8 до до из десяти минус 2 до до за компьютерную кровь а сколько до до дите вы и что думаете насчет таких фильмов пишите в комментариях но на этом у нас все и всем большущие спасибо за просмотр если вам понравилось данное видео то подписывайтесь на канал ставьте лайки и конечно же заглядывать в описании там как всегда будут все ссылочки к слову если вам понравится это видео и она соберет 5 тысяч пятьсот пятьдесят пять просмотров и 555 лайков то я сделаю обзор на хоть похожий фильм какой-нибудь из своих любимых ну и как обычно я пожелаю вам только интересных сюжетов и увидимся в следующей серии пока